This conference will now be recorded. And today we will talk about this amazing profession. My name is Bélova Olyga, I'm a manager for the service of выпускников. Today with us is Alexander Pantileev, our head coach for PHP and MySQL. And also to our today's webinar is our выпускник, Igor Yakolov, who also helps us to learn more about this amazing profession. First I will say a couple of words, and then we will begin to talk about the profession. So, for those who still don't know, we are in the center of the specialist. We are on the market for 30 years. And for this time we have more than 1 million people. In this year we have a jubilee. In this case, on our website, on our channels, there are many wonderful bonuses for listeners. In our center we know how it is. It is not easy to be able to go to the job after the qualification, after getting new skills. Because we have a program for the job for выпускников. It is a program for the support of the job. The first one is the professional case, which you do, to work with the skills. And you will learn more about the skills. We will be able to teach you the skills that are in this program. When we teach our developers, how you teach us. How you do, how you teach the skills. и освоили навыки, необходимые для выхода на рынок труда, важно тоже правильно себя позиционировать работодателю. Особенно, если вы новичок в профессии. Для вас специально предусмотрен такой курс, он раз в месяц проходит. Пожалуйста, имейте его в виду на перспективу, либо, может быть, кому-то сейчас актуально записаться можно по ссылочке. Еще у нас есть индивидуальные консультации, которые провожу я, и различные мероприятия для специалистов узкого профиля на различные дни карьеры, митапы, все это есть в новостях. И непременно тоже есть каналы с вакансиями от наших партнеров. Я вас приглашаю присоединяться, все ссылочки я отправлю в чат. Сейчас хочу передать слово Александру, с которым мы поговорим про профессию разработчика, что это за такой важный человек, какие он выполняет обязанности, какой продукт выдает. Александр, передаю вам права презентера. Да, всем добрый вечер. Надеюсь, меня видно и даже слышно. Да, вас видно прекрасно. Так, сейчас мы начнем презентацию. Итак, всем добрый вечер. Александр Пантелеев, преподаю специалисты. Веб-разработчик с большим опытом, большим стажем. Много лет занимаюсь этим делом, работаю в банке, занимаюсь наймом и обучением новых сотрудников. Знаю очень много разных языков программирования, кучу технологий выучил за свою долгую профессию. И сегодня попробую рассказать вам, кто же такой веб-разработчик, для чего он нужен, какую занимает он нишу и какую роль играет в команде по разработке. В принципе, ПО и так далее. Итак, все-таки, зачем нужны веб-разработчики? В первую очередь будем быть честными, веб-разработка – это сайты. В большинстве случаев вы будете делать сайты. И зачем вообще нужны веб-разработчики? Да потому что сайты в 21 веке нужны абсолютно каждому. Компания без сайтов просто невозможно выходить на большой рынок, привлекать новых клиентов и так далее. Поэтому сайты нужны. Эти сайты нужно поддерживать. Более того, не только в России, это во всем мире. И в Индии, и в Китае, и в Америке, и в Африке. Поэтому эта профессия открывает вам дорогу, можно сказать, к эмиграции, если вы хотите это сделать, или к удаленной работе. Потому что веб-разработчики последние два года работают из дома. В большинстве случаев вы можете работать из дома. А в любой точке мира, вы даже можете из России работать на американскую компанию, на кипрскую компанию, на японскую компанию. Ограничений страновых у вас нет. Это очень здорово. И самое важное, этих людей не хватает. И действительно, очень уже много произвели мы на свет, но их все равно мало. Компании нуждаются в новых веб-разработчиков. И нанять нормального веб-разработчика – это большая проблема. Я вам говорю, как человек, который занимается в том числе наймом этих людей. Поэтому, если вы освоите нормальную профессию веб-разработки, будете обладать нужными знаниями, и хорошо будете делать свою работу, вы всегда будете при работе и с хорошей зарплатой. Потому что из того, что этих людей не хватает, вытекает очень высокая зарплата на рынке веб-разработки. Как устроена веб-разработка в целом? Для тех, кто никогда этим не занимался, я попробую рассказать, как именно будет притекать ваша работа. И в каком месте вы находитесь в разработке именно сайта или веб-приложения. В идеальном мире, конечно. Потому что всегда существуют компании небольшие, где вы делаете все. Существует фриланс, где вы делаете все. Существуют еще какие-то неправильно выстроенные процессы, где вы отвечаете не за то, что вы должны. Я вам расскажу, как это происходит в больших компаниях, которые профессионально разрабатывают веб-приложения. Итак, все начинается всегда с бизнес-требования. Внутренний заказчик или внешний заказчик, неважно. Есть какой-то заказчик, которому нужно некое приложение. Даже ему нужно не приложение, ему нужно решить какую-то проблему. Ему нужно получать заявки с сайта, ему нужно нанимать сотрудников через сайт, ему нужно дать людям заполнять анкеты на получение ипотеки, что угодно. Есть какое-то изначальное бизнес-требование, у него есть какие-то критерии, рамки. И такой документ приходит на вход в команду разработки веб-приложения. В нормальной команде всегда существует аналитик. Это человек, который это бизнес-требование разбирает, вместе с бизнес-заказчиком его адаптирует и составляет ТЗ. То есть уже после работы аналитика из бизнес-требования вылетает техническое задание. Это уже более конкретное требование к вашей работе, где написано, какие страницы должны быть созданы, какие алгоритмы применены, как выстроен бизнес-процесс и прочее. И только после этого начинается кодинг, собственно, реализация всего этого дела. Вот на этом этапе кодинг и реализация. Назад вернуться. Назад. На этапе реализации кодинга, собственно, и вступает в бой веб-разработчик. То есть ваша задача – техническое задание превратить в код. Возможно, вам придется его как-то декомпозировать, разбивать нам на более мелкие подзадачи, понимать, что там написано и так далее. В общем, ваша работа – это превращение технического задания в готовое приложение, в готовый код. Дальше всегда происходит тестирование в нормальных компаниях. Бывает группа тестировщиков отдельная, разные виды тестирования. Ну, в общем, этап тестирования. И если на этапе тестирования находятся какие-то проблемы, а они обычно всегда находятся, то приложение возвращается на доработку. И этот круг проходит до тех пор, пока тестировщики не примут вашу работу. Они не скажут, что все хорошо, все работает отлично. И как только это проходит, можно работу сдавать. Так вот, веб-разработчик, как вы увидели, во всем процессе создания сайтов, нормальной компании, находится ровно посередине. Его главная работа, я повторю еще раз, это превращение технического задания в работающий код. Не более и не менее. То есть, если вы хотите стать веб-разработчиком, вы должны уметь любой текст, в котором выполнено задание, превратить в работающий код. Очень звучит просто на первый момент, но не для всех. Итак, чем конкретно еще может заниматься разработчик? Ну, кроме кодинга. Конечно, непосредственно создание кода – это самое простое. Этим занимаются самые новички веб-разработки, может быть, возможно, мидл-разработчики. Если у разработчик покруче уже, с более большим опытом, у вас появляется очень много различных опций. Очень опытные разработчики занимаются архитектурой продукта. Они выстраивают в целом взаимодействие различных сервисов, систем, приложений и так далее на крупном уровне. В том числе, какие-то разработчики уходят дальше в аналитику. И они отчасти становятся аналитиками, отчасти кодят, в общем, помогают команде лучше понимать, что написано в ТЗ. Мощные разработчики, которые становятся тим-лидами или руководительными проектами, занимаются декомпозицией и постановкой задач, потому что все задачи, которые обычно прилетают от бизнес-заказчика, они очень крупные. Их невозможно выполнить за одну итерацию. Их надо разбивать. Надо большую задачу превращать в маленькую. И эту задачу передавать тем людям, которые способны выполнить. Потому что в команде существует не один разработчик, конечно же. Их обычно 8-10 в зависимости от команды объема работ. И каждый умеет делать какую-то свою часть, отвечает за какой-то свой модуль. И на этапе декомпозиции и прохновки задач, конечно, определяется то, что будет делать. Более того, опытный разработчик занимается обучением. Например, я. Я обучаю людей. Обучаю людей на работе, обучаю людей в специалисте. И рефакторингом. Рефакторинг – это процесс улучшения кода. Итерационный. Потому что написать хороший код с первого раза не удается почти ни у кого. И надо периодически тратить время на его улучшение. И последний пункт здесь – это код-ревью. Это проверка работы других разработчиков. Когда вы крутой разработчик, и вам могут поручить задачу проверки кода того, что написали новички, например, или другие менее опытные разработчики. Вы смотрите, что они написали, оставляете комментарии, заставляете их переписывать это дело, указываете на недочеты, ошибки, возможные дыры и прочее. В общем, объем ваших задач может быть очень-очень большой. Кому что интересно. То есть вам интересно просто кодить? Занимайтесь кодингом, ничего страшного. Вам интересно обучать людей? Обучайте их. Вам интересно заниматься архитектурой? Вы тоже сможете это сделать. Или хотите быть менеджером, декомпозировать, ставить задачи? Вы тоже сможете переключиться с разработчика на эту роль. Компаниям такие люди нужны. Карьер. Куда все это может выстрелить? Какие есть у вас варианты? Из того, что я сказал выше. Итак, когда вы стали разработчиком, через какое-то время, через 2-3 года, у вас появляется возможность выбора. Возможность выбора конкретного направления, чего вы хотите сделать. вы можете остаться синер-разработчиком дальше. То есть быть просто опытным, высокооплаченным специалистом, который делает свою работу. И многие выбирают этот путь, потому что в нем какие плюсы? Вы умеете делать свою работу, она для вас уже не напряжена через 3-4 года. Вы получаете очень крутую зарплату, большую. И можете жить свое удовольствие. Кто-то выбирает этот путь. Есть люди, которым интересны различные сложности, типа технические, и они становятся техледами. Вы можете стать техледом. Это человек, который отвечает за техническую часть разработки. То есть вы будете отвечать за всю архитектуру, грубо говоря. А есть люди, которые занимаются именно работой с командой. Их называют teamледами. То есть этот человек отчасти разработчик, но только на 50%. На оставшиеся 50% он занимается постановкой задач и управляет командой, можно сказать. То есть teamлед – это небольшой управляющий, там команды 6-7 человек, которые еще немного ходят. Грубо говоря, если переводить с армейского языка на наш, это сержант. Он вместе с солдатами идет в бой, он следит за их моральным обликом, и в том числе ставит им задачу. Проект. Вы также можете стать проектом, если вы этого захотите. Это человек, который управляет проектом, принимает решения по развитию проекта, что нужно для проекта, и общается с другими подразделениями. Возможно, если вы очень хорошо будете выполнять свою работу и долго, вы сможете стать CTO. CTO – это технический директор. Это очень высокооплачиваемая должность. Это топ-менеджер. Который получает кучу-кучу денег, и такой путь у вас тоже возможен. Кто-то становится преподавателем, например, я. Кто-то становится блогерами, и это тоже очень востребованный путь. А есть еще вариант стать техническим писателем. И это тоже отдельная профессия. Это человек, который пишет статьи для журналов, для научных порталов, например, для Хабра, или для каких-то международных сетей, и за это получает деньги. Это тоже очень-очень не востребованная специальность. В наше время таких людей не хватает. И мы переходим к последнему слайду. Что же нужно для того, чтобы стать веб-разработчиком? Самое главное – это любить веб-разработку. И отсюда вытекает первый пункт, который написал – желание. Чтобы стать веб-разработчиком, нужно желание. Большое-большое желание. Потому что, не любя это дело, невозможно им стать. Второе – это упорство, потому что на вашем пути будет всегда непросто какие-то вещи изучать. Я вам честно скажу, стать веб-разработчиком – это непростая задача. Надо скалывать, то есть надо прям вложиться в это, надо много-много работать, много-много учиться, и тогда все получится. Третье – коммуникабельный. Абсолютное вранье, говорят те люди, которые говорят, что разработчик – это такой странный человек, который очень странно выглядит, странно пахнет и странно общается. Это неправда. Если вы хотите нормальную карьеру, хотите работать в нормальной команде и компании, то вам надо быть коммуникабельным человеком, который может нормально разговаривать, нормально общаться, нормально объяснить другим людям, что он делает. И по моей практике, люди, которые плохо разговаривают, плохо программируют. Потому что программирование – это, как я уже говорил, ваша работа – это переложить техническое обдание в код. Для того, чтобы это сделать, нужно уметь хорошо выстраивать свои мыслительные процессы, логические связки и так далее. Поэтому человек, который не умеет говорить, обычно не умеет входит. Человек, который хорошо разговаривает, иногда хорошо кодит. Это, кстати, очень полезно. Блин, я перелеснул, надо вернуться обратно. И технические навыки, конечно же. Первые три – это основа, но без технических навыков вас никто никуда не возьмет. Поэтому, если у вас есть желание, упорство и вы коммуникабельные, то техническим навыкам надо уже учиться. И тут к вам помогут наши дипломные программы, но про них я расскажу чуть позже. Наверное, у нас сейчас по таймингу мы должны дать слово нашему слушателю. У нас заготовлен слушатель, который расскажет о своем опыте обучения специалистов. И я тут вижу вопрос. Вопрос мне задал Андрей в чате про тестировщика. Можно ли стать тестировщиком и веб-разработчиком? Можно стать тестировщиком, но это очень редко. На моей практике такое встречается редко. Обычно веб-разработчикам мне очень нравится быть тестировщиками, потому что это, грубо говоря, на уровень ниже уходить. У меня все. Александр, спасибо. Я сегодня, к сожалению, без камеры. У меня какие-то технические сложности. Но я с вами голосом, я все слышу. Сейчас хочу передать слово нашему выпускнику Игорю Яковлеву. Мы специально его пригласили, чтобы немножко поговорить, а как вообще человеку, который до этого никогда не занимался разработкой, живется в процессе обучения, как идет освоение этих навыков, почему вообще люди приходят, на примере, допустим, Игоря. Игорь, подключайтесь к разговору. Давайте начнем, может быть, с того, как вы вообще выбрали эту сферу для себя, с чего начинали, в общем. Как дошел до такой жизни. Добрый вечер всем еще раз. Меня зовут Игорь. Я выпускник нескольких курсов. Уже успел и JavaScript окончить, и PHP, и еще каких-то побочных набрал. Вот, ну, наверное, обзорно расскажу, как, в принципе, меня вынесло в IT, и как я три раза, у меня были три итерации вообще выучить PHP. Начну с первых неудачных, наверное. Ну, изначально, как и все, наверное, меня заинтересовало, когда у нас на работе начались какие-то проекты, я был как раз-таки вот с той стороны баррикады, был тем самым человеком, который диктует бизнес-требования и рассказывает о процессах, которые надо будет впоследствии описать в виде ТЗ. Но мне на тот момент было совершенно непонятно, что происходит на стороне кодинга, и какие-то вещи мне казались абсолютно тривиальными, простыми и, ну, понятными. Выливалось это в какие-то огромные проблемы, там, месяцы закопанного труда. Вот, и я решил начинать с книжек. Я проконсультировался у коллег старших, они мне посоветовали несколько книг. Я начал читать. Не то, чтобы это было, ну, как-то сложно и непонятно, но выхлопа практически не было. После прочтения, там, пары книг, знаний не осталось от слова вот совсем никаких. Потом начался ковид, всех рассадили по дачам, по, там, удаленке, и я решил попробовать, а что, если зайти на второй круг и попробовать найти на какой-нибудь профи.ру просто специалистов, каких-то опытных ребят, кто, вот, непосредственно кодит, может что-то объяснить и на примере каких-то живых проектов начать, вот, ну, разбирать. Вот. Там у меня тоже было два захода. Первый преподаватель мне не понравился, а второй там был молодой парнишка из Mail.ru очень-очень прям вот толковый, доступно, объясняет, все хорошо. Но эффект был примерно такой же, как после книжек. Мы с ним разобрали большой блог, мы даже дошли немножко до ООП, он мне рассказал, что есть такой волшебный сайт php.net, на нем все написано, читай и будешь все знать, сказал он. Вот. Ну, я прочитал, я все изучил, что там написано, и когда поверил в себя, решил что-нибудь сделать. У меня все закончилось Hello World, на этом как бы все оборвалось. Тупик. Непонятно, где, как эти знания применять. Открываю какие-то проекты, понимая, что там совершенно недосягаемые какие-то вещи. Вот. Ну и учитывая, что у меня нулевое IT-бэкграунд, я в принципе гуманитарий по образованию на мест менеджер, мне ну вот этот барьер надо было как-то преодолеть. Ну и спустя там какое-то время совершенно случайно в ленте в Инстаграме у меня вылетает реклама специалист.ru, что-то там про веб-разработку, а у нас как раз именно в этот момент так звезды встали, что был очень сложный этап на работе по одному проекту, что-то типа личного кабинета для нашего партнера, для наших партнеров, личный кабинет, в котором фиксируются там какие-то коммерческие договоренности, условия, товарные матрицы и так далее. Вот. И у нас как-то вот все не заладилось с самого начала, мы не могли толком сформулировать, чего хотим, потому что всегда упирались в сроки. Нам говорят, так сделать можно, но это год, это отличная мысль, но это два года, ну и так далее. А подойти с какой-то оптимальной такой стороны, чтобы вроде как реализовать то, что мы хотим, но и в то же время не напороться на какие-то сложности, у нас такой квалификации, ну вот у меня такой квалификации не было. Вот. Ну и решил попробовать, причем попробовать решил прямо с нуля, вот с самого-самого начала, пошел сначала на курс HTML, CSS. он был в формате открытого, нет, не открытого, открытого обучения, по-моему, да, когда выдаются записи занятий и в дальнейшем, да, вот общаетесь с преподавателем. И вы знаете, вот для старта это было просто идеально, потому что я жутко тупил, я какие-то отрывки, там, видео, которые для вас, там, четыре минуты мог часами смотреть, потому что параллельно что-то пытался делать, скачивал всякие редакторы, пытался там фантазировать что-то там, немножечко за рамками делать дополнительно. Ну, в общем, пробовал, проба пиратская была. И по мере там прохождения этого курса, ну, про просмотр, точнее, этих видео, к концу у меня уже какая-то там сформировалась картина и было, ну, намного проще. Ну, и далее мы уже пообщались с преподавателем, я задавал вопросы, вот, и в целом все стало понятно, по крайней мере, вот, что касается HTML и CSS и далее. вот, ну, дальше, собственно, моя цель была PHP, поэтому я подумал, что надо бы развиваться дальше. И тут, наверное, все-таки моя ошибка была, что я был очень такой жадный до знаний, я решил, что мне надо ведь не только PHP, что я буду только backend знать, мне надо же еще понимать, как фронтенд устроен, неплохо бы понимать JavaScript, хотя бы на каком-то таком базовом уровне. И я одновременно пошел и на PHP, и на JavaScript. Это еще было так, ну, мотивировано тем, что у нас проект вот-вот должен был заканчиваться, там надо было какие-то волевые решения принимать, куда-то его там, ну, двигать дальше. И я подумал, что будет очень кстати, если у меня будут какие-то там минимальные знания, чтобы я мог хотя бы правильный вектор задать. Вот. Ну, в целом получилось, что получилось. Мне удалось на самом деле разобраться и в JavaScript, и в PHP. Единственное, не рекомендую делать это одновременно, потому что языки все-таки немного разные, и вот просто для человека, который никогда не программировал и не учил ничего подобного, это очень сложно. В голове возникает каша, потому что некоторые там же вот дьявол в деталях, да, там все вот эти вот маленькие нюансы, из-за чего там валятся ошибки, они, как правило, где-то там в точку с запятой неправильно поставил, где-то не ту конструкцию применил и так далее. Безусловно, это все там сейчас есть хорошие среды для разработки, там PHP Storm, Visual Studio Code и так далее. Ну, тем не менее, все-таки надо понимать, что ты делаешь, и лучше, наверное, последовательно это все изучать. Сначала там дойти до какого-то логического конца в PHP, потом, ну, базовый курс, может быть, имеет смысл, но углубленный надо уже брать после. Вот, ну, тем не менее. Огромное, конечно, спасибо хочу сказать преподавателям и Антелееву Александру, Алексею Тарасову. Мне с ними повезло. Курсы были клевые, очень интересные, и ключевой момент, почему они прям очень хорошо зашли, и там, ну, вот, в первом и во втором случае мы не рассматривали какую-то голую теорию, какие-то там примеры, да, там, из жизни, а у нас был прям сквозной проект от самого начала до самого конца. Вот то, чего мне не хватало как раз-таки при изучении на профи.ру, там, с какими-то ребятами, кто в этом деле разбирается. Причем у них тоже есть педагогический опыт, они себя на работе обучают жунов, то есть у них есть опыт преподавания. Ну, вот, очень сильно все-таки сыграло то, что был проект, я видел, как вот эти навыки и знания можно было последовательно применять, я даже себе наделал в блокноте кучу шпаргалок, какие-то конструкции там выписал, какие-то там фишечки, всякие хелперы и так далее. И это прям удобно, это ставит на место голову, у вас сразу формируется понятное какое-то мышление, вы понимаете, с чего начать. Самое сложное это с чего-то начать, когда вы придумываете какой-то проект, я там себе факультативно как хобби такое сделал в процессе, сейчас делаю сайт для обучения сотрудников, чтобы можно было там пройти тест, чтобы ответы зафиксировались, чтобы им выставились какие-то баллы по результатам теста, чтобы у них сформировался пул на статьи, которые надо перечитать, ну и вести какую-то там сводную оценку по ним, по успеваемости. Вот. И мне было на самом деле стартовать просто, потому что вот мы делали только что по горячим следам проект, там были все этапы от начала до самого конца, и я просто по аналогии все это сделал, это очень помогло. Вот. Ну и это я уже говорю про самый конец, про последний курс Лара был, так немножко перескочил. Когда мы начинали, вот самые азы там PHP 1, не помню точно как курс назывался, у нас там тоже был проект, мы тоже делали сайт на PHP, ну и это, во-первых, было интересно, потому что мы не просто там какие-то абстрактные вот эти вот конструкции смотрели, а мы прям что-то делали, что-то даже работало. Вот. И парочка вопросов есть в чате, вот уточняют. Меня можно принести, так что вы лучше меня тормозите, задавайте вопросы. На какой основной работе, в какой сфере работаете? Хорошо. Моя работа не совсем в сфере IT, я руководитель московского подразделения в группе компаний, и у нас рынок нонфуток MCG, B2B, мы торговая компания. Вот. Как и любая, наверное, торговая компания, ну и вообще в принципе любая компания, которая так или иначе что-то где-то куда-то доставляет, что-то делает, оказывает какие-то услуги, просто обязаны иметь хорошую какую-то веб-часть. Должен быть удобный интерфейс, должен быть клиентский кабинет и так далее. И мы столкнулись с такой проблемой давно еще, что если отдавать какие-то ключевые, важные такие бизнес-процессы на сторону, от идейной составляющей до ее приемки, то выходит боком. Всегда получается так, что делают немного не то, что мы хотим, потому что мы не всегда знаем, чего хотим на этапе формирования ТЗ. Знаете, как говорят, война план покажет. Возможно, у нас просто нет опыта такого, недостаточно, у меня, по крайней мере. Ну, все-таки, когда я начал погружаться и лично вести все проекты, курировал их с точки зрения постановки задач от бизнеса и приемки, у нас как-то жизнь начала налаживаться, и учредители попросили меня по группе компаний все-таки все проекты сопровождать. Ну, во-первых, по таймингу, потому что сроки войти это самое страшное вообще, что может быть, и, во-вторых, по идейной составляющей и по концепции. У меня достаточно большой опыт сложился в Одинессе, я в свое время там даже получал сертификат специалист-профессионал по конфигурированию платформы и управлению торговлей. Вот, но это было очень-очень давно. И в то же время вот у меня на сегодняшний день есть такие азы, самые-самые такие базовые знания в области веб-разработки. Основная часть разработок вообще, в принципе, у нас, по крайней мере, она идет именно на стыке этих двух миров, то есть, где Одинесс взаимодействует с внешним миром через веб. Вот. Ну и вот так. Сколько в сумме вот, допустим, у вас ушло на обучение времени? Хороший вопрос. Ну вот, сколько курса длились, столько и ушло. На самом деле у меня очень-очень прям плохо с свободным временем. Я уж молчу там про двух детей. Поэтому мне никак вообще вот совершенно не получалось уделить время, там, что-то дополнительное или как-то там что-то прочитать. Вот. Поэтому сколько у нас курсы длились, столько я и учился, какие-то вещи я вот сейчас факультативно делаю, там, как уже вот хобби, чтобы не забыть навыки, полученные в процессе обучения, но это там самосовершенствование не могу относить, там, все-таки это такая история про не забыть. Отлично. А как смотрите вообще на сферу IT для себя в перспективе? Потому что сейчас вроде как еще в процессе доучивания и уже интегрировали в работу полученные знания, и как я слышу, даже удалось у себя подрасти в компании за счет этого, какие-то новые задачи получить. на перспективу как смотрите применение этих знаний в жизни профессии? Ну, на самом деле меня очень сильно эта история зацепила, и несмотря на то, что у меня совершенно другая профобласть, сейчас ребятам отвечу, говорят, что год-два с начала пандемии, ну, не совсем так. То, что было в начале пандемии, то, что я там читал на PHP.net, на самом деле смысла вообще никакого нет, это просто в пустую убитое время. Надо идти на академические курсы, где преподают преподаватели, у которых есть опыты, где есть какая-то структура и какой-то проект сквозной. Вот в этом случае быстро, реально там за месяц, за два можно какие-то азы получить и дальше себя совершенствовать во всех направлениях. Поэтому объективный такой срок, чтобы выйти на джуна и начать хоть что-то делать, это, наверное, год. Чтобы не выходить на джуна, а просто получить знания и понять, что это такое, начать в этом разбираться, это, наверное, пару месяцев. Так. На чем мы остановились? Про планы в области IT, что в перспективе? про планы. Слушайте, меня очень зацепило все это, прямо Александр так вдохновил, скажем так. Мне хотелось бы, наверное, в этом направлении развиваться. Я очень надеюсь, я даже там договорился с нашим темредом, что, может быть, там, когда буду посвободнее, джуном меня возьмут на проект, буду там что-нибудь полезное делать. Вот, потому что интересно, прямо вот, меня не привлекает там работа из дома или сидеть там на Мальдивах на пузо, положить компьютер и кодить. Мне понравилось, в принципе, когда ты вот что-то делаешь руками и оно тут же вот, результат своих трудов можешь увидеть в соседнем окошке. Ну, не знаю, как-то это все. Ну, на гуманитарии это произвело впечатление. У меня информатики не было в школе, ну, ничего подобного не делал. Ну да, это к слову о том, что часто спрашивают, если я чистый гуманитарий, как у меня пойдет. Вот, на вашем примере... Очень хорошо пойдет, потому что, когда вы чистый технарь, вы, может быть, устали от этого уже за там, прожитую жизнь. А когда вы гуманитарий и вы открываете, ну, любите открывать для себя чего-то новое, это может превратиться, даже если там не в профессиональную вашу деятельность, то как минимум в хобби. Но это правда интересно. Ну, и мне кажется, уже время такое, что не знать это уже стыдно будет через пару лет. Ну, в общем, как-то так. А, и, собственно, если по самим вот каким-то детально, куда я хотел бы развиваться, да, и где я чувствую потребность, я очень хочу все-таки окончить, ну, я уже записан там на курсы по JavaScript, работа в фреймворке в UGS, ну, потому что это наш стек, у нас Laravel, и в UGS используется на работе. Вот. Хочу, потому что мне сейчас тяжеловато смотреть реализованные проекты, уже вот, ну, как-то там погружаться. у меня есть еще такой барьер вот с южной частью, я пока не дружу. Вот. Дальше я бы очень хотел подтянуть SQL. Я его вроде как знаю, вроде как им активно пользуюсь постоянно, там, ну, тот же 1С, какие-то в консоли надо бы запросы написать или что-то там отчет какое-нибудь делать. Но это все-таки немножко другое, там больше SKD, а SQL, он, ну, во-первых, интересный с точки зрения там вот работы мозговой активности, а во-вторых, он очень полезен, вот, точно пригодится. И, наверное, последнее такое вот, что важно, это веб-сервисы, у Александра, по-моему, будет курс, тоже пойду, это как ваше детище взаимодействует с внешним миром. Мало написать там какой-то проект или сделать сделать какой-то сайт, надо же, чтобы этот сайт еще с чем-то работал, какой смысл в сайте, который там не интегрируется с вашей, так, системой учета, ну, с тем же 1С. Вот. Ну, вроде как, там и тех знаний, которые получены на вот тех курсах, которые я прошел, их, в принципе, достаточно, и форму обмена можно сделать любую, это несложно. Ну, и более того, там можно почитать, на самом деле, вот что-что, а это описано хорошо. Но я решил все-таки, ориентируясь на свой личный опыт с там прочтением какой-то литературы, решил, что не буду даже пытаться, я пойду на курсы, нормально это все прослушаю, поставлю себе в голове какую-то вот картинку, и дальше уже буду угугляться. Игорь, огромный. Так, мне 31, я начал в 30 с половиной, ну, в 30, вполне, почему нет. 30 хороший возраст, 35 хороший. От себя добавлю про возраст, но сейчас, как бы, профессия программиста сильно постарела, и средний возраст это 35-36. Мы тоже не молодеем, да? Я чувствую себя молодо очень. Внутренний возраст, у меня лет 15-16, поэтому, не знаю, это все очень условно. У вас, я думаю, в 30 лет еще радикулит не разбивает, там, пальцы вы можете печатать, и с вас вряд ли будет сыпать песок на клавиатуру, это не сильно помешает. Вот если вам будет за 60, вы там уже ничего не видите, может быть тяжело. Да, нужны пальцы и глаза, все правильно. Коллеги, спасибо огромное за выступление. Игорь, благодарю вас за участие. Мы двигаемся дальше, и я хотела бы сейчас пару буквально слов сказать про рынок труда, который сложился в данной сфере. Сейчас включу слайд. сегодня обновляла презентацию с августа, и знаете, что заметила, что вакансии за полтора месяца на одну тысячу стало больше. И на HeadHunter, да, можете посмотреть, это вот на сегодняшний день я обновила. И вот если уровень дохода предлагали полтора месяца назад от 75, то сейчас от 105. То есть если мы еще полтора месяца назад на подобном неоткрытых дверей с Александром говорили, что на рынке рынок испытывает голод в разработчиках, да, то сейчас это просто голод, он обостряется с каждым месяцем. То есть потребность колоссальная. И точно могу сказать, что без работы вы не останетесь. единственное, что хочу сразу отметить, что для тех, кто идет за деньгами, будьте готовы к тому, что на уровне джуна на рынке вам не предложат много. Надо будет какое-то время все-таки поработать на отработку навыка. И как бы закладывайте себе такой бюджет, что первый год, первые полгода все-таки зарплата не будет такой средней на рынке. Что еще можно сказать, какие плюсы для изучения профессии веб-предработчика? то, что точно еще искусственный интеллект далек, чтобы делать работу за этих людей, и потребность только растет. И большинство популярных CMS написано именно на этом языке. прогнозируется, что востребованы будут как фронт-энды, так и бэк-энды. Сейчас как-то стирается граница между форматом разработки мобильной версии и веб-сайтом, потому что уже разработчики становятся ответственны за самые разные направления, как было раньше, были ответственны за разные направления, а сейчас технологии развелись, и требования становятся выше и серьезнее. Можно сказать, что сфера на подъеме. Язык PHP, правда, достаточно прост для изучения, это и плюс, потому что вы буквально через несколько месяцев, как Игорь сказал, можете начать работать, что-то делать, своими руками, но это же является небольшим минусом, потому что за такой короткий период стать квалифицированным специалистом не получится, и как бы на рынке сейчас именно голод по хорошо квалифицированным специалистам, и будьте готовы к тому, что даже у нас вы можете получить в рамках дипломной программы какую-то базу, но все равно вам нужно быть готовым постоянно развиваться профессии, и если ваша мотивация в ней только заработать денег, то скорее она через какое-то время перестанет вас подогревать. Любая профессия и в IT-сфере, и в любой другой сейчас в нынешнем состоянии рынка и вообще любой сферы деятельности в том, что ничто не стоит на месте и требует постоянного совершенствования знаний, пополнения их. Так, наверное, вкратце все, что хотелось сказать. Так, Андрей спрашивает, какой язык наиболее востребованный? Ну, вот стоит... Очень много. Весь топ-10 востребован, смотря какие сферы. PHP, JS точно востребованы. Еще что можно назвать? Golang, Python. А у Python есть проблема, потому что он применяется в различных сферах и прям веб-разработчикам на Python сложно встать, и только в Москве это возможно. Что еще? C++, конечно же, Java, Re, Pearl, и Hishar. А, ну и всякие мобильные языки типа свифта и Android разработки. В принципе, любой из этих языков востребован и всегда даст вам работу. Ruby прошлый век. Потихонечку количество профессий в Ruby сокращается. Можно еще добавить такой взгляд дилетанта. Я на самом деле тоже очень выбирал тщательный язык. Я сначала хотел Java, потом у меня была идея Go изучать. В общем, меня там штормило, и мне ребята подсказали, что ориентироваться надо на фреймворке, все равно ты на голом языке писать не будешь, надо ориентироваться на то, какие фреймворки самые мощные, самые популярные и на чем в основном все пишут. Потому что в прикладном мире используют обычных. Ну и мне кажется, у Laravel нет равных абсолютно никаких. Поэтому, мне кажется, PHP. Уточняем. Давайте, наверное, сейчас перейдем немножко к тому, чему мы учим на нашей дипломной программе. Александр, хочу вам слово передать и права презентера тоже. Я уже переключился. Мы в учебном центре мониторим постоянно рынок труда и вот эти программы по веб-разработке любые дипломные программы, они у нас часто немного меняются в зависимости от изменения рынка. И мы сейчас вам представляем последнюю версию обновленную, на которой мы сейчас на ближайшее время приглашаем слушателей. Да, у нас куча дипломных программ, и клево брать, потому что удобно сразу сформированные курсы, все, что нужно изучить в этой программе. Я взял самую большую, самую большую, которая у нас есть, программа по веб-разработке, это по веб-разработке, это не просто пройти, и если три месяца с утра до вечера это изучать, то можно сделать, но никто вас не заставляет делать это три месяца, это можно растянуть на полгода и так далее, как вам удобно. В чем прелесть всех наших программ, то, что вы на самом деле график можете под себя подстроить, у нас курсы периодически повторяются, и там с менеджером можно это выбрать. но если брать вот как SIS, наша самая крупная программа обучения по веб-разработке, где есть все прям головой. JavaScript обязательно прям учим-учим делать фронт, управление версиями Git, без Git'а в современной разработке никуда, Git' обязательно. В общем, много JavaScript'а, много Git'а, потом немножко веб-мастеринга, учимся работать с веб-сервером, Engines и Apache, настраивать их, это тоже очень важно. Работаем с подгрессом, на сегодняшний день это топовое СУБД, поэтому, конечно же, мы изучаем подгресс с основами Yasker и доканчиваем все это PHP. И самое главное, в конце мы учимся разрабатывать на Laravel, как сказал Игорь, я подтверждаю, Laravel это топовый фрейморк для веб-разработки уже как три года. Он бьет все рекорды скачиваемости, использования, и вообще Laravel действительно очень крут. Мы работаем на Laravel в продакшене, все мои знакомые работают на Laravel, вообще весь мир работает на Laravel, потому что Laravel это надежно, просто, быстро, и у возможностей просто миллион. Очень все там удобно происходит. И заканчивается этот курс прекрасным практическим курсом практика создания веб-приложения. Это практический курс, на котором мы делаем что-то наподобие Авито. Да, то есть доска объявления, возможность разместить объявления, приложить фотки, описания, верификация объявлений и так далее. Вот такое практическое веб-приложение мы делаем в конце, и это очень-очень клево, потому что вы сможете добавить его в портфолио, у вас будет очень много практики. Собственно, 400 часов, много практики, формата обучения различные, все, которые специалисты. Преподаю я, преподает Тарасов, другие преподаватели, у нас у всех много опыта, не только преподавания, но и реальной работы. Есть другие программы обучения, например, если вам не нужно столько JavaScript, SQL, PHP, можно просто изучить PHP, программа Магистр PHP очень неплохая. Есть более короткая программа веб-программист и прям ограниченная программа веб-мастера для тех, кто хочет в администрирование пойти или куда-то в такую сферу. Формат обучения. Все как обычно. Занятия по PHP обычно проходят через день, по JS до пяти раз в неделю, а есть вечернее время обучения, можно после работы обучаться, можно обучаться точно, прям весь день с утра до вечера. Есть дистанционное, удаленное обучение и открытое обучение. Всегда есть ДЗ, всегда делаем практику. То есть на моих курсах мы всегда делаем складной проект, начинаем его делать с первого занятия и в концу курса всегда у нас есть готовое приложение. Тут, наверное, Ольга лучше меня расскажет, но у нас существует много форматов обучения, очное, прям традиционное, в классе, преподавателям, очно-заочно, индивидуально и открытое. Открытое это прям очень интересный формат обучения, который позволяет вам обучаться, грубо говоря, самостоятельно. Есть преподаватель, есть вы, вам выдается видео, наушники, вы в своем режиме работаете, у вас возникает вопрос, вы приходите к преподавателю и получаете ответ на свой вопрос. Очень классно, для новичков возможно это прям оптимальный выбор, или для тех людей, которые любят учиться самостоятельно. Вот в принципе и почти все. Как я уже говорил, у нас много практики, и в конце мы делаем большой дипломный проект. На практике создания веб-приложения создаем доска объявления, вы с ним выходите, можете показывать своему работодателю. Это очень здорово. У меня на этом все. Небольшой вопрос. Можно ли приходить со своим компьютером? Можно приходить, конечно. Я не профи. Давайте сейчас я пару слов скажу, все-таки, чтобы не было загадкой про стоимость обучения. Стоимость начинается от 134 тысяч, и если вы хотите очно или онлайн, то немножко будет подороже. Однако мы сегодня с вами говорили о том, что может быть для новичков важно несколько раз прослушать, поставить на стоп, вернуться. И я наоборот агитирую за этот недорогой вид обучения, когда вы можете в формате записи в ваше удобное время, независимо от времени дня и ночи, послушать в записи и с преподавателем иметь контакт, когда вам необходимо. для всех участников решиться сегодня на дипломную программу веб-разработчик в течение трех дней можете воспользоваться промокодом, сказать менеджеру и у вас будет еще скидка. Дипломная программа уже заложена скидка и это дешевле, чем каждый курс подельности покупать. Здесь у вас будет еще дополнительная скидка. на дипломную программу. Еще раз повторю, что есть у нас магистр PHP, я сейчас прошу ссылочку в чат и большой плюс, что всем выпускникам дипломной программы еще 6 месяцев после ее окончания будет скидка 50% на все курсы, которые вы дополнительно захотите пройти. Давайте сейчас ответим на вопросы, если они есть. Уважаемые слушатели, спрашивайте. Александр, может быть какие-то чаще всего задают. Давайте их ответим. Самый распространенный вопрос, что мне делать, я гуманитарий, мы на него вроде как ответили. Ничего страшного, на самом деле, если вы боитесь математики, то веб-разработки очень мало математики, ее почти нет. Вся математика уже сделана за вас создателями фреймворка, то есть если вы потом захотите выучить какую-то статистику, математику и что-то типа этого, вы это сможете сделать, но вам это в работе скорее всего не понадобится в 99 процентах случаев. Что еще спрашивают, на самом деле не обязательно прямо записываться на программу, можно попробовать разные курсы, сходить на первую годную, посмотреть, что и как происходит и дальше уже принимать решение. Да, спрашивают оплата сразу. Да, у нас нет пробных занятий, но у нас есть мастер-классы от наших преподавателей, вы можете с ними на них познакомиться в нашем канале YouTube либо записавшись на онлайн мастер-класс. На сайте раздел мастер-класса в самом низу сайта. Я, если можно, добавлю, я в свое время, когда зашел на сайт специалиста, тоже искал, смотрел, меня тоже немного смутили всякие программы, там по 170 тысяч, по 120, по 150, и я все-таки для себя решил идти по пути, выбирал то, что мне прямо кровь из носа надо, и проходил. У меня впоследствии получилось все равно пройти все. Но это было как-то безболезненно, потихонечку, так ненапряженно. Я вот один курс взял, потом прошло время другой, второй, третий. Вот. Но это, по-моему, получается дороже, там, я думаю, обсуждаем. Здесь, в принципе, как кому морально комфортнее, так и поступает. Вот. Так, еще у нас есть вопрос, как часто стартует программа в среднем, насколько высокий конкурс на джуниора. И давайте по старту программы, Александр, вы чуть-чуть расскажете, насколько часто у вас курсы стартуют. А про джуниора я тут сначала добавлю, что правда на джуниора, если вы имеете в виду работу, всегда это самое такое узкое место и требуется наибольшее количество сил от вас приложить, чтобы зайти на рынок труда. Потому я всегда рекомендую ответственно относиться к учебе, свой проект делать, чтобы можно было что показать. И вот, Александр, вы занимаетесь наймом, расскажите пару слов, пару лайфхаков. Там есть нюанс. Самый большой конкурс, ну, или как же конкурс, количество желающих на стажера, на джуна уже сильно поменьше и на самом деле адекватных джунов из 200 человек набирается 10. вот, а дальше уже смотрят на качество технического задания и на вашу нетоксичность. То есть, если вы действительно знаете что-то, если вы приятный человек, то у вас большие шансы. И если вы еще трудолюбиво и хорошо подойдете и сделаете очень здорово тестовые задания, то у вас там очень большие шансы. Ну, а с другой стороны, вакансий очень много, вакансий джуниров тоже очень много, и приложив некоторые усилия и походив по собеседованиям месяц, можно найти работу, потому что когда я искал свою работу, свою первую работу, я ходил на собеседование по 3, по 3 собеседования в день у меня было. То есть очень много вакансий, и вас действительно зовут. И где-то меня отметеливали, где-то я не хотел работать, ну, в общем, за 2 недели работу я нашел. У меня было по 3, по 20 собеседований в день. Это можно сделать, если вы пишете нормальное резюме, начнете его продвигать, будете сами отвлекаться на вакансии и будете приятно говорить по телефону в конце концов. Я еще раз хочу на коммуникабельности сделать акцент. Это важно. Действительно, ну, вот среди джунов при равном уровне технических навыков, навыков написания кода и так далее, отбор идет уже по soft skill и поймите, что никому не хочется работать с токсичным человеком, хочется, чтобы был адекватный, как-то приятный человек, и за это в сфере IT сильно топят. Так что здесь пожалуйста, welcome наши курсы по soft skill прокачиваетесь параллельно, развивайте. Насколько ценен диплом для работодания, ценен. Среди человек, людей, у которого нет диплома, выберу тех, у кого есть. Когда HR просматривает опять же 200 человек джунов, он должен отсеять всех лишних и наличие диплома это не кипрюс. в любом случае в глаза и чара попадется. В себе взять идеи для своего проекта. Во-первых, если придете к нам на курс, у вас будут эти идеи, мы делаем различные проекты, по окончанию курса появятся. А где взять, пообщайтесь со своими друзьями. На самом деле лучшие проекты это живые проекты, те, которые нужны людям. Наверняка каждому из ваших знакомых что-то нужно, либо сайты, либо что-то еще. У них точно есть идеи. Нет у вас идей. Спросите своих знакомых, сделайте им сайт, сделайте им приложение. Вот вам проекты. Хороший залог, хорошие дружбы. У вас люди будут видны. Как часто стартует программа в среднем? Вообще у нас программа каждый месяц стартует и часто стартует. Стартует нередко. Раз в три месяца точно можно стартануть. Друзья, давайте еще вопросы. Или у нас осталось еще пару минут и будем завершаться. Я тоже хочу сказать пару слов про диплом. Если говорить про дипломную программу, это не просто бумажка. Если у вас есть первое высшее образование в любой сфере, вы получаете диплом о переподготовке по специальности. Это означает при наличии первого высшего, что у вас добавляется вторая специальность, то есть как бы второе высшее образование. Если у вас первого высшего нет, к сожалению, это диплом о повышении квалификации. Почему важно? Вы никогда не знаете, куда вас в дальнейшем занесет. И какая-то госструктура вас просто по штатному расписанию не будет иметь права взять без диплома о специальном образовании. Потому что такие у них правила. Плюс в чем наших дипломных программ. Вот, например, если Игорь, наш выпускник, который сегодня принимает участие, брал по одному курсу дипломной программы, потихонечку их проходил, то на выходе все эти курсы собрав, мы ему выдаем диплом о переподготовке по специальности. Это всегда очень приятно и в таком ненапряжном темпе, в своем темпе, в итоге получить второе образование, подтвержденное документами. Это не... У меня есть высшее образование, к которому уровню приравнен ваш диплом. Этот диплом не приравнивается ни к бакалавру, ни к специалисту, ни к магистру. Это переподготовка по специальности. Можете посмотреть в интернете, что это такое. Скорее, ближе к бакалавру, но это отдельная категория. Система скидок есть к дню рождения? Да, есть скидка на сайте, можете посмотреть. Ну что, друзья, вроде вопросы кончились. Тогда давайте на этой позитивной ноте будем прощаться. Если какие-то вопросы у вас будут по курсам, когда стартуют программы, наши менеджеры, их телефончик есть в чате, у нас на сайте звоните, они готовы ответить, они работают и на выходных. Также не забывайте использовать промокод, если решите выбрать дипломную программу и получить дополнительную скидку. Мы всегда вас ждем на наших курсах. Александр, Игорь, спасибо вам огромное сегодня за ваше выступление. Игорь, спасибо за вашу смелость и коммуникабельность. Да не за что. Вам спасибо. Все, всем счастливо, всем успехов. Всем пока, ждем на курсе. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.